История поставского молочного завода начинается с осени 1939 года. И вот в этом году мы подошли к своему 85-летию. Даже во время войны завод не прекращал свою работу и выпускал сливочное масло. Ну а новейшая история нашего предприятия началась с апреля 1992 года. Процесс производства любого продукта начинается из сырья. Молоко поступает к нам из хозяйства нашего района, а также из хозяйства нашей области и в целом Республики Беларусь. Ну мы познакомились вообще, мы из вообще родом недалеко 40 километров отсюда, из городского поселка Видзе. Познакомились мы там, я уже работала на этом предприятии. Ну получилось так, что все равно познакомились в родной сельской местности. Я работаю на предприятии менее 10 лет. Вот, муж, до этого у него были, ну, другое место работы. Ну а потом, наверное, уже после декретного мы решили остановиться уже здесь, в городе Постав, на этом предприятии. В 1912 году Поставский молочный завод начал свое существование. Он был выделен из структуры Глубокского молочного консервного завода в самостоятельное предприятие. Ну и наше предприятие возглавил талантливый руководитель Казура Эдуард Петрович. Ну вот с этого момента и началось восстановление нашего предприятия. Постепенно вводились новые цеха, цех по производству цельномолочной продукции. Начали фасовать молоко в пакеты, кефир. Начали выпуск сметаны, сыра адыгейского. В 1996 году был запущен цех по производству масла сливочного. Молоко поступает в приемное отделение, где сортируется по качеству и сортам. Далее молочко поступает в разные цеха на различные виды продуктов. У нас очень большой ассортимент. Мы выпускаем и цельномолочную продукцию. Это и молоко, и кефир, и сливки, и ряженка, например. Также у нас есть сладко-сливочное масло из коровьего молока. Цех по производству сыра весового. Также есть цех по нарезке фасованного сыра в виде слайсов, брусочков по 180 или 200 грамм. Первым я пришел после школы. 16 лет. Это было 66-го и 12-го июля. Ну, я потом жену притянул, так сказать. Я отработал два года. Потом два года армии. После армии, когда пришел, пригласил сюда жену, понравилось. Ну, получается, да, на общую семью, 108 лет общего стажа. А самый востребованный продукт у наших потребителей – это сыр, конечно же. Большую часть молока, принимаемого, мы отправляем на производство сыра. В сутки мы можем производить 20-22 тонны сыра. У нас есть сыр Тезенхаус. Мы единственные, кто производит этот сыр, так как он разработан технологами нашего предприятия. Сыр Тезенхаус выпускается в латексном покрытии, что создает его уникальный и неповторимый вкус. Уже отобранное молочко по качественным характеристикам сыропригодное поступает на аппаратный участок сырцеха. Там оно подвергается очистке, нормализации, термизации, пастеризации. Далее молоко поступает в сыроизготовители. Это у нас есть 4 сыроизготовителя. Каждый вмещает 10 тонн молочной смеси. Там и происходит процесс производства сыра. Безусловно, предприятие, конечно же, дало нам очень большую помощь. Нас обеспечило арендным жильем. За что уже более 3 года мы уже живем в квартире, получается. Нам предприятие выделило жилье. Так как мы молодая семья, у нас двое детей. Поэтому, конечно, это, безусловно, большая помощь и поддержка. После того, как внесли все необходимые компоненты, начинается процесс свертывания. То есть образуется молочный сгусток, который далее мы разрезаем, вымешиваем, высушиваем до получения необходимого размера сырного зерна. Далее сырное зерно. Уже когда весь процесс прошел, сыродел посмотрел, что зерно готово. Сделали все необходимые анализы. Померили PH, кислотность. Сырное зерно вместе с сывороткой отправляется на формовку. В зависимости от вида сыра, ей выделяют два способа формования. Это формование насыпью и из пласта. Вот у нас есть насыпные и пластовые сыры, получается. Наше предприятие дважды посещало глава государства. В 1998 году и в 2022 году. Мы получили высокую оценку своего труда, что нам было очень, конечно, приятно. Первоначально этот завод, он назывался завод СОМ. Сухого обезжиренного молока. Молочко привозили на лошадках, во флягах, на тракторах, потому что дорог не было доезда. Сам по себе завод оборудования было нормальное, оборудование было чешское, немецкое. Далее сыр после того, как сформовался, отправляется на прессование. Прессуем сыр мы часа полтора-два в зависимости от вида сыра. В процессе формования у сыра появляется сырная корочка, поверхность становится замкнутой. И сыр как бы уже приобретает свою привычную видеть нам форму. Первый выпущенный сыр был сыр голландский. Наша линия позволяла выпускать сыры как из пласта, так и насыпная группа. И в дальнейшем производство развивалось, появлялись новые виды сыров. Сыры с длительными сроками созревания, сыры в латексе. Далее сыр поступает на посолку в солильное отделение. В солильном отделении мы выдерживаем сыр до трех суток. Там поддерживаются определенные температурно-влажностные режимы, контролируется концентрация соли в рассоле. Сыр, который посолился, далее поступает на упаковку в полимерные пакеты, например, как здесь вы можете видеть. Сыр дальше поступает в эти наши камеры созревания. Есть сыры, которые у нас созревают 25 суток. Например, сливочный, цеметанковый. А есть сыры, которые у нас созревают и полгода, и 4 месяца. Это сыры Вильно, например, Пармезан Делюкс выдержанный, Тезингаус. В 2023 году на нашем предприятии был осуществлен выпуск сухого сыра, чизбулс, с различными вкусоароматическими добавками. Этот продукт, он очень популярен у молодежи. Этот продукт – новинка. Его в республике еще до нас никто не выпускал. Это очень хорошее предприятие. Здесь высокое качество труда, высокие трудовые условия, получается, для людей. Здесь очень много делается. Очень хороший, слаженный коллектив. Всегда можно лишить любые проблемы, либо какие-то трудности. Всегда идут работникам навстречу. Технологический процесс считается законченным только после того, как сыр созрел. И тогда мы имеем право отправлять его в реализацию. Для того, чтобы продукция пользовалась спросом, в эту продукцию нужно вложить душу. И я считаю, что у нашего предприятия есть эта душа. Есть этот коллектив, который направлен на единое. Это получение качественной, вкусной продукции, которая нравилась бы нашему потребителю. Потребитель голосует только за качество. И качество продукции – это основной фактор, которым мы руководствуемся в своей работе.